Всем добрый день. Я давайте начну сразу, потому что я вижу, что немножко едет уже на списание. Меня зовут Захар Фылья. Я вообще слегка странно себя чувствую, не, не слегка, довольно странно себя чувствую на конференции по биологии 21 века, потому что по образованию я закончил специалитет как психолог, и поэтому перед биологами всегда себя чувствую немного неловко. Но на самом деле занимаюсь нейронаукой, психзиологическими исследованиями, мы в лаборатории еще занимаемся поведенческой генетикой, поэтому в целом я надеюсь, что ничего совсем хромольного сказать не получится. Я хочу рассказать про историю, в которой я часто не до конца понимаю, насколько то, что я рассказываю, является простым и понятным всем, потому что вообще-то все, что я рассказываю, строится на довольно простых концептуальных штуках. Но при этом, если про них не знать, то часто они не приходят в голову. В общем, если я рассказывать начинаю или слишком просто, или слишком сложно, вы как-нибудь там, я не знаю, пошумите, чтобы дать мне понять, что нужно стиль сменить, или давать больше подробностей, или наоборот, подробностей давать каких-то поменьше. Вот, это небольшое вступление. Теперь, собственно, сам рассказ. Значит, лекция называется «Сети в мозге», но я не буду говорить про нейронные сети, и понятное дело, что биологам не нужно лишний раз говорить о том, что искусственные нейронные сети, которыми на сегодняшний день занимаются математики, это годов 70-х, наверное, 80-х, скорее математическая модель, которая на самом деле прямо сейчас потихонечку возвращается к исследованию мозга, но на протяжении нескольких десятков лет действительно оставалась только математикой и не была напрямую связана с тем, что происходит в исследованиях нейронаучных. При этом, конечно, тема сетей абсолютно не новая в нейронауке, и началась она в конце 19-го, начале 20-го века, когда была сформулирована нейронная доктрина, согласно которой весь наш мозг — это огромная сеть, состоящая из отдельных нервных клеток. Не знаю, кстати, кто знает, кто нет, я очень люблю просто эту историю. Знаете ли вы, что когда Сантьяго Рамон и Кахали получал Нобелевскую премию за это открытие, он одновременно получал ее с Камилой Гольджи, потому что для этого открытия пользовался, собственно, окрашиванием по Гольджи, и у них даже на момент, когда они одновременно получали Нобелевскую премию, продолжался спор о том, можно ли считать, что мозг состоит из отдельных нервных клеток или нет, и даже в своей Нобелевской лекции Гольджи спорил с Кахалем и говорил, что на самом деле мозг — это некоторое единое целое. Вот такая вот интересная часть про историю науки. Тем не менее, Сантьяго Рамон и Кахали победил, мозг — это огромная сеть, и с начала 20-го века мы в этом не сомневаемся. Сейчас, наверное, очередной такой последний лет 15-20 взлет представлений о том, что мозг нужно рассматривать в первую очередь как какую-то сеть. Одно время были популярны всякие новости про то, что в мозге нашли центр того-то, центр сего-то, и нейроученые многие ругались, потому что центр любви или центр патриотизма или центр чего-нибудь еще, понятное дело, в мозге искать довольно бессмысленно, сейчас, к счастью, даже новости сменились. Если раньше находили вот такие отдельные центры, то теперь новостные всякие ленты пестрят заголовками о том, что нашли сеть, связанную, не знаю, с материнской заботой или еще с чем-нибудь. И действительно большой тренд — это выделять те или иные сети, связанных между собой областей мозга, которые отвечают за какие-то функции. Более того, подход такой исследовательский, который предполагает, что самое важное в изучении мозга — это построение сети, сейчас поддержан в виде огромного проекта «Человеческий коннектом». Ну, я говорю больше про человеческую нейронуку, но, наверное, вы слышали о том, что коннектом есть отнюдь не только человеческий, есть «Коннектом» всех связей у «Си Элеганс», есть другие виды, для которых строится подробная модель связей в нервной системе. И это, во-первых, модная штука, во-вторых, красивая, она возвращает интерес общества к науке, служит основой визуальной даже для популярных альбомов. У «Мьюз» несколько лет назад вышел альбом, который был вдохновлен как раз картинками вполне научными, которые получались в рамках проема «Коннектом» мозга. В общем, это область, которая и модная, и популярная, и может и ваши аналитические, и какие-то ваши артистические нужды утолять, если вы ей занимаетесь. Есть, правда, один довольно существенный нюанс во всей этой области, который заключается в том, что само по себе построение сети — это совсем не все, что нам нужно для того, чтобы понять, как что-то работает. Начиная от «СиЭлеганс», «Коннектом» этого организма построен довольно давно, и до сих пор огромное количество остается вопросов о том, как же, собственно, все это работает, и как именно строятся какие-то вычисления в нервной системе у «СиЭлеганс». И заканчивая, вот эта, мне кажется, показательная картинка. Эта картинка, вообще-то, довольно старая, она была получена в 91-м году. Это известная картинка, которая сейчас чаще всего бывает в учебниках по нейробиологии. Это модель зрительной системы макаки. И здесь довольно подробно получилось построить анатомическую и функциональную карту связи между отдельными ядрами в зрительной коре у макаки, соответственно. Можно было выделить отдельные ядра, и можно было построить некоторую блок-схему, которая должна была бы что-то помочь понять про то, как работает зрительная система. Я немножко сейчас утрирую, на самом деле все немножко не так, но простите меня чуть-чуть там, где я окрубляю. Так вот, проблема в том, что построение такой сети в 91-м году, конечно, было важным научным достижением, но нельзя сказать, что построение этой блок-схемы действительно в раз помогло нейроученым понять, а как, собственно, эта сеть работает. К сожалению, часто сети бывают устроены настолько сложно, настолько комплексно, что просто анатомическое выделение сетей, к сожалению, не дает нам достаточной информации для того, чтобы понять, как из этой сложной сети рождается, ну вот в случае наших, например, интересов, какое-то поведение. Теперь мы уходим немножечко назад от нейронауки и погружаемся в другую сферу. На самом деле существуют методы, которые позволяют анализировать сложные сети, и многие из этих методов, несмотря на то, что они только сейчас начинают все более активно применяться в разных областях, они вообще-то, говоря, не новые. Вот настолько не новые, кто узнает эту картинку? Это картинка известная, да, я вижу, что, я думал, что, может быть, больше ее видел, может быть, вы не в таком виде видели. Это картинка из известной задачи про Кенигсбергские или Калининградские мосты, которую нарисовали еще для решения задач, поставленной, вернее, решенной в 1736 году. Леонард Тейлер, известный математик, попробовал формально подойти к решению задачи, которая волновала многих любопытных жителей города Кенигсберг, а именно, можно ли по семи мостам Кенигсберга пройти так, чтобы не повториться, и по каждому из мостов пройти всего один раз. Пытаясь решить эту задачу, Иллер, на самом деле, заложил основы для целого большого направления, которое получило название «теория графов», и которое, ну, в конкретном данном случае, он показал, что по этим семи мостам пройти таким образом невозможно, но пытаясь решить эту задачу, он заложил основу для целого большого направления. Собственно, теория графов, на самом деле, ну, по крайней мере, насколько я смог вычитать из каких-то источников про историю науки, во многом, вернее, повлияло, и иногда очень по-разному и неожиданно, повлияло на очень разные области. Историки науки, например, связывают успехи физики и химии в 18 веке, в 19, в начале 19 века, с тем, что вообще пришла идея о том, что можно визуально в виде каких-то графиков или графов изображать взаимодействие между различными элементами, которые изучали, соответственно, исследователи того времени. И в этом смысле, в том числе, Ейлер привел к тому, что стали появляться такие внешние виды формул, которые облегчают нашу работу с какими-то сложными объектами. В начале 20 века теория графов пришла и в гуманитарной науке, и она появилась в 36-м, в 30-е, где-то в 33-е годы, уже пришла в социологию. То есть, на самом деле, вообще-то, все это, вот я когда говорю, что, может быть, про что-то из этого вы слышали. Не то, чтобы теория графов — это что-то совершенно новое. Уже в 30-х годах, причем даже без какого-то сильного анализа, теория графов была применена в социологии для того, чтобы показать, насколько сегрегированы были мальчики и девочки внутри одного класса между собой. Вот это граф, который изображает дружбу каким-то образом, на основании опросов, измеренную внутри какого-то обобщенного класса. И вы видите здесь кружочком девочки, треугольничком мальчики, и вы видите, насколько, соответственно, сегрегировано, в смысле разделено на разные области, разделено внутри графа на большие такие разные кластеры, сегрегированные. Вот общение происходило тогда в 30-е в Германии, если я правильно помню, эта картинка была получена. Есть энтузиасты, которые сейчас применяют теорию графов и для анализа каких-то общественных процессов. Например, вот здесь это анализ взаимодействия между персонажами сериала «Друзья». Я был удивлен, кстати, увидеть, что мало взаимодействия между Фигей и Джои, но, тем не менее, анализ показывает такие вещи. Теория графов даже позволяет довольно быстро, визуальным образом показать, есть ли, например, в графе какие-то изолированные узлы. Вот здесь, я понимаю, что занудно объяснять шутки. Гант, для тех, кто не знает, Гант, один из персонажей сериала, часто хотел быть вместе с основными персонажами, но у него не получалось. Теорию графов полюбили, в том числе, здесь тоже без какого-то дополнительного сложного анализа, полюбили, в том числе и в теории менеджмента. Например, вот эту картинку любят показывать всяким управленцам, персоналам и показывают, почему, например, нужны какие-то иерархические структуры в управлении. Здесь видно, насколько быстро растет сложность связей, количество связей с увеличением количества узлов в графе. Ну, один узел, понятно, примерно, что такое, как бы один кусочек информации, который может быть связан с чем-то другим. Здесь уже, ну, эту картинку любят показывать менеджерам, почему крупные компании не могут не работать гораздо медленнее, чем компании какие-то маленькие. В общем, количество приложений, так или иначе, связанных с теорией графов в разных областях довольно много. Да, даже в психологии в начале 20 века пытались описать жизненное пространство человека через некоторую модель графа. Мы не будем давать сейчас подробности. Вообще, на самом деле, теория графов в каком-то смысле очень простая. В каком-то смысле теория графов просто предполагает, что для того, чтобы изучить сложную систему, мы должны представить эту сложную систему как набор узлов, каких-то отдельных элементов этой системы и ребер между этими узлами, каких-то связей между этими узлами. Как конкретно вы определите узел и как конкретно вы определите ребро, зависит от вашей конкретной области. Это может быть, ну вот в случае социологии, просто вопрос там, дружите ли вы с кем-то или нет. Или могут быть какие-то более сложные методы, на примере нейронауки, я сейчас покажу, как это может выглядеть. Но, тем не менее, достаточно вот этих узлов и ребер, и это наличие вот такой модели, в которой вы все представляете как узлы и ребра, дальше позволяет вам очень разные уже разработанные методы из теории графов применять для попытки ответа на ваш собственный исследовательский вопрос. Или практический вопрос, потому что на самом деле теория графов применяется отнюдь не только в исследованиях. Самое банальное, где на сегодняшний день используется теория графов, это геоинформационные системы, Яндекс-карты, Гугл-карты, Maps.me, Tugis и все остальное. Здесь все довольно просто. Ну и вообще карта, это вообще-то говоря тоже граф, особенно если на этой карте мы измерили и представили дороги, связывающие, например, отдельные точки на этой карте. Соответственно, вершины это там дома, сооружения, кварталы, узлы это магистрали, я не знаю, пешеходные дорожки и что-нибудь другое. И задачи, которые могут решаться на основании алгоритмов, которые разработаны внутри теории графов, найти оптимальный маршрут, найти, причем понятное дело, что оптимальность мы можем закладывать по-разному. Там для Москвы, не знаю, насколько актуально для Пущино, для Москвы, например, самый короткий маршрут совершенно не обязательно окажется самым оптимальным из-за пробок, из-за там тех или иных поворотов внутри города, из-за светофоров и так далее. Здесь мы все это можем учитывать, измеряя вес ребра, то есть степень связи между какими-то узлами, про которые мы что-то хотим сказать. Интересно, кстати, что с применением теории графов, по сути, к геоинформационным системам связан скандал, который разворачивался несколько лет назад. Кто знает, что это за... Кто видел вот такие карты? Есть такие люди? Любит кто-то с вас бегом заниматься? В общем, в Европе и Америке очень популярно лет пять назад было приложение, которое называется Strava. Значит, это приложение на самом деле делало простую вещь, оно просто вы включали его на телефоне, бегали с телефоном и приложение рисовало карты ваших пробежек, которые были еще и привязаны к вашему фейсбуку. В общем, вы просто могли там делиться своими перемещениями. И оно было очень популярно в очень разных кругах, в том числе оно оказалось очень популярно в среде американских военных. И данные вот эти, Strava выкладывал в открытый доступ. И эти данные позволили аналитикам, к счастью, независимым аналитикам, которые скорее были обеспокоены потенциальной уязвимостью этих данных, а не тем, про кого я сейчас скажу, позволили аналитикам показать, насколько легко из данных приложения Strava можно подробно описать форму и расположение американских военных баз в Афганистане и Ираке. И соответственно эти данные потенциально крайне, ну понятно дело, что там прилетело военным, которые не должны были бы использовать такое приложение, прилетело еще кому-то, Strava чуть было не закрылось, но по-моему вроде все еще живая у нее, новый взлет популярности. Но тем не менее не самый хитрый анализ, просто там начертить наиболее стандартный вариант пробежки, там обобщить какой-то граф, который получался от людей, которые в профиле в своем фейсбуке указали, что они работают как военные. В общем вот довольно простые методы обхода по графу позволили потенциально получить неожиданный и довольно серьезный результат. Как граф можно представить отнюдь не только карту, отнюдь не только геоинформационные системы, в принципе в IT-сфере почти все что угодно можно представить как граф. Интернет это граф, или даже не просто интернет, а просто какая-то взаимосвязь, не обязательно именно интернет, какая-то взаимосвязь между компьютерами тоже может рассматриваться как граф, там локальная сеть может тоже быть графом. Здесь у нас отдельный компьютер, с его адресом будет узлом, там оптоволокно и его канал, или там я не знаю сколько может принять и отдать спутник. Это будет РИБО, который соответственно характеризует степень связи между разными областями. И соответственно задача, которая может решаться и решается с помощью теории графов, это например задача оптимизации сети таким образом, чтобы не получались бутылочные горлочки, то есть какие-то места, которые если перерезать, то связь графа получится разорванным и пропадут связи, например, между разными элементами этих объектов. Соответственно можно использовать теорию графа для того, чтобы оптимизировать нужное количество узлов и так далее. Но и не только в физическом смысле связь между компьютерами может быть графом, но и интернет на самом деле это граф, вернее страницы, по которым мы ходим, это отдельные узлы, например, количество гиперссылок на страницы, на разные, это потенциально информация, которая может быть использована для построения информации про ребра, про вес узлов. И дальше теория графов может использоваться для того, чтобы строить алгоритмы, как проходить между разными гиперссылками, чтобы попасть на разные узлы. И вообще говоря, первоначальный успех угла был связан с тем, что они в том числе улучшая какие-то алгоритмы, которые когда-то начинал придумывать еще и Эйлер для проходки между семи мостами, показали, что такие алгоритмы можно использовать для того, чтобы устроить поиск по страницам в интернете и поисковики вообще-то внутри, я не знаю, насколько и как конкретно это работает сейчас в поисковиках, но, по крайней мере, в начале эти алгоритмы во многом были устроены, основаны на теории графов. В общем, она действительно, в этих алгоритмах, признаюсь честно, я не разбираюсь практически никак, но знаю, что теория графов и там оставила свой важный след. Ну и понятное дело, сейчас теория графов крайне популярна в изучении социальных сетей, то есть на самом деле новый виток и социология или психология опять применяет теорию графов. Отдельные страницы людей в Фейсбуке вершины, наличие между вами дружбы на Фейсбуке или ВКонтакте, узлы между вами, можно их взвешивать на количество общих друзей. Соответственно, используя теорию графов можно, и сетевой анализ можно выискивать, кто является, и это происходит, кто является инфлюенсерами, там, лидерами мнений, как распространяются слухи внутри определенных сетей и так далее, и так далее, и так далее. Есть разные подходы к теории графов, вернее к тому, что там и как можно изучать. Я только про одну часть расскажу. Вот есть как бы алгоритмическая часть, как путешествовать между разными графами. То, с чего теория графов начиналась, с чего начинал Эллир. Но есть другой подход, который позволяет увидеть некоторые характеристики сетей даже на каком-то более простом уровне. Каждый граф можно описать с помощью какого-то набора метрик этого графа. И некоторые примеры этих метрик я вам сейчас представлю. Значит, например, самый простой метрикой графа может являться плотность этого графа. Плотность — это, по сути, просто соотношение количества узлов и количество ребер между этими узлами. Какие из этих узлов связаны между собой, а какие не связаны. Соответственно, пропускную способность сети можно оценивать на основании плотности, которая сразу описывает весь граф целиком. Ну и, например, можно понять, насколько нам нужно снижать эту плотность для того, чтобы картинка не получалась такой, как картинка в японском метроиде на экране. Ну вот плотный граф будет выглядеть так, как вы видите слева. То есть много узлов и много связи между ними. Если связи мало, то это так называемый разрозненный граф, и его информационные возможности меньше, чем пропускание информации через такой граф, меньше, чем если граф достаточно плотный. Другой пример метрики, вот на примере как раз всемирной паутины, это метрики, связанные с длинными путей внутри графа. Одна из проблем, которые есть в алгоритмах, благодаря которым существует наш интернет, это как сделать так, чтобы у нас огромное количество информации как-то оптимально распределялось между различными узлами и потом переслало информацию дальше. В общем, нужно как-то маршрутизировать пакеты информации для того, чтобы все было стабильно и достаточно быстро. Соответственно, для того, чтобы оценить, насколько быстро информация может дойти от точки до точки, мы можем посчитать такую метрику, как длина пути внутри графа. Длина пути – это, в общем, довольно простая штука. Это просто через сколько ребер связаны узлы между собой. Если это просто наличие или отсутствие связи, то мы просто складываем количество ребер, и, в общем, это информация, которая говорит нам что-то про длину пути. Если это взвешенные ребра, то есть те, у которых есть какая-то пропускная способность, то там будет чуть-чуть более сложная, по сути, арифметика подсчета длин путей внутри графа. И на самом деле, анализируя, например, средние длины путей внутри графа, мы можем тоже понимать, нужно ли нам вкладывать дополнительные ресурсы в маршрутизацию передачи информации внутри этого графа. В социальных сетях сейчас популярна еще одна метрика. Наверное, многие из вас слышали про теорию шести рукопожатий. Слышали про теорию шести рукопожатий? Если нет, я на всякий случай про нее скажу. Она очень простая, и суть ее заключается в том, что каждый человек в мире связан с каждым другим человеком в мире не больше, чем через шесть рукопожатий. И на самом деле, когда-то эта теория была экспериментально проверена в Америке, был такой известный эксперимент, когда разбрасывали письма, по-моему, по Нью-Йорку, но не помню, по какому из городов. В общем, просто разбрасывали письма с адресами, куда их нужно отправить, и ждали, что дойдут ли эти письма до адресаторов, и смотрели, через какое количество почтовых отделений эти письма проходили. Сейчас теория шести рукопожатий измерены уже с помощью социальных сетей, и все продолжает сходиться действительно, ну, шесть может быть число среднее, но, вернее, можно, наверное, найти таких людей, которые будут связаны между собой через семь рукопожатий, но, в общем, шесть описывает точно практически всю популяцию. И происходит это потому, что на самом деле в нашей популяции, как и в принципе часто в сетях, возникают так называемые хабы, какие-то источники информации, через которых проходит много сразу узлов, то есть какие-то узлы, ребер к которым ведет очень и очень много. И в случае теории шести рукопожатий, один из умозрительных примеров, который позволяет, собственно, показать, что эта теория в принципе работает, это пример людей, которые являются такими хабами, ну, например, хабами, если мы говорим конкретно про рукопожатие, могут быть, скажем, политики, у которых работа такая, просто жать друг другу руки на официальных мероприятиях. И в этом смысле уж у людей из Наукограда точно там не больше четырех шагов до каких-то, ну, опять же, людей из Наукограда где-нибудь в Америке, например. Потому что вы где-нибудь на каком-нибудь мероприятии жали руку директору института, он где-нибудь на каком-нибудь мероприятии жал руку президенту, не может такого быть, что этого никогда не происходило, а президенты между собой связаны все буквально одним рукопожатием. И вот мы в трех рукопожатиях, а скорее всего, даже меньше до Трампа, и в ту, в обратную сторону, так же легко спуститься и дойти до нужного нам адресата. Соответственно, есть метрика, на самом деле, математическая, которая описывает, является ли сеть, которую мы изучаем, такой, в которой будут как раз образовываться вот, ну, вещи типа этой самой теории шести рукопожатия. Теория шести рукопожатия показывает, что наш с вами социум устроен по типу сети, которая называется «Малый мир». И можно рассчитать индекс малого мира для разных сетей, это на самом деле, он в том числе связан с длиной пути, например. Ну, не будем вдаваться в подробности, главное, что его можно рассчитать, и это не очень сложно, и, соответственно, можно сказать, насколько там вот та сеть, которую вы изучаете, это сеть, устроенная по принципу малого мира, а это, соответственно, может вам что-то дополнительно сказать уже про саму сеть. Вообще все эти метрики можно разделить на два больших вида. Есть локальные метрики, которые описывают каждый конкретный узел, например. То есть у каждого конкретного узла можно, например, посмотреть, является ли он хабом. А есть метрики глобальные, нередко это просто обобщенные метрики, как бы обобщенные локальные метрики. Например, мы можем посчитать локальную метрику, там, самую короткую длину пути внутри графа, а можем взять все длины путей, посмотреть на распределение длин путей, и на самом деле из распределения длин путей берется довольно много информации. Например, если такая метрика характеристическая длина пути, это на самом деле просто медиана распределения всех длин пути внутри графа, и это вообще-то довольно осмысленная метрика, которая позволяет описывать какие-то разные сети. Или можно взять просто сколько ребер ведет к каждому узлу, а можно посмотреть обобщенное количество ребер узлов, и это метрика, которая позволяет перейти очень быстро к степени сегрегированности графа того, о чем я говорил, когда приводил пример школьников, мальчиков и девочек в 30-е годы. И, ну, сейчас не хочу углубляться там, но поделите мне, что это все чаще всего арифметика довольно простая, и она довольно мощно и удает нам дополнительную информацию про сети. Теперь, собственно, давайте я вернусь к мозгу, расскажу чуть-чуть о том, чем мы занимаемся в лаборатории и чем сейчас много кто занимается в нейронауке. Сетевая нейронаука это такое, ну, модное, местами может даже чрезмерно модное, но тем не менее модное направление в современной нейронауке. Сети можно строить очень по-разному в мозге, и мы можем на разных уровнях рассмотрения выделять какие-то отдельные узлы, это могут быть ядра в какие-то крупные скопления клеток в мозге, это могут быть отдельные нервные клетки, это могут быть крупные области, вот этот тот уровень, на котором мы можем смотреть, если мы что-то делаем, изучая человека. То есть действительно могут быть очень разные варианты того, как определить, что такое узел. Соответственно, как только мы определяем, что такое узел, мы можем пытаться строить разные типы сетей и оценивать показатели, которые называются связанность. Сети, connectivity по-английски, если кто-то когда-нибудь поможет мне придумать более адекватный термин, мне кажется, связанность звучит довольно дурацкий по-русски, но связанность или связанность, мне кажется, что можно что-то более элегантное придумать, но пока российское сообщество не пришло к более элегантному термину. В общем, изучая вот эту связанность или connectivity по-английски, можно смотреть на разные характеристики сетей, в случае мозга можно смотреть на структурную связанность, на набор анатомических каких-то характеристик сетей, можно смотреть на функциональную связанность, часто в мозге мы можем просто сказать, что вот у нас там вот эта область и вот эта работают одновременно, и мы из этого делаем предположение о том, что, наверное, они функционально между собой как-то связаны. Это тот уровень, на котором большинство, наверное, сейчас работают. В идеальном мире мы пытаемся строить так называемую эффективную связанность, это набор причинно-следственных взаимоотношений между разными областями внутри мозга, но здесь огромное количество технических вопросов и очень много шума в данных, если мы пытаемся строить вот такие эффективные сети, но тем не менее это то, что можно пытаться делать, то, что пытаются делать. Несколько примеров того, какие успехи сейчас есть в этих разных подходах к изучению характеристик сетей внутри мозга. На самом деле интересные вещи происходят по всем фронтам. Больше всего, конечно, занимаются функциональной связанностью и пытаются двигаться в сторону эффективной связанности, но вообще говоря, даже на уровне анатомических исследований сейчас происходят очень крутые вещи, даже на уровне изучения или отдельных нейронов, или отдельных более крупных волокон внутри мозга сейчас происходит открытие. Например, если говорить про нейроны, мне очень нравится пример вот этого проекта. Это проект, который называется iWire. Он на самом деле классный по двум причинам. Во-первых, там проделано гигантское количество работы. Этот проект поставил свою целью описать полную сеть всех связей в зрительной сетчатке у мышки. Это был первый этап его, потом это была, сейчас скажу, моторная, по-моему, кора, какая-то из областей моторной коры. Тоже они взяли просто мышку, взяли, там, нарезали на маленькие кубики всю сначала сетчатку, и дальше они делали на лукатонном микроскопе просто отдельные снимки, там, гигантское количество снимков, которые бы описывали просто все нейроны и аксоны, и как они взаимодействуют между собой. Получили гигантское количество изображений, которые потом свели в трехмерную модель. Но для того, чтобы распознать эти изображения в тот момент, когда все это происходило и до сих пор, на самом деле, автоматически алгоритмы не позволяли хорошо выделять отдельные аксоны на разных срезах. И этот проект умудрился сделать из этого игру, которую назвал iWire, и привлечь огромное количество волонтеров, которые просто в свое свободное время в виде игры помогали ученым отмечать аксоны на срезах сетчатки, и тем самым строить глобальную огромную анатомическую карту вот действительно всей сетчатки у мышки. Это действительно было большое достижение. Оно, кстати, позволило получить вот такую картинку, которая показала, что одна из вещей, про которую не до конца было понятно, заключалась в том, что, оказывается, плотность связей внутри сети, по крайней мере, у этих мышек, ну, мне кажется, у всех, оказалась гораздо выше, чем исследователи предполагали. И это открыло направление целому большому количеству исследований, ну, вернее, эти исследования, опять же, были уже, но это дало новый импиток, про внесинаптическую передачу информации между нейронами. Это одна из тем, которая сейчас развивается. Ну, мне сложно со стороны сказать, насколько активно оно кажется, что там могут быть какие-то интересные вещи. Вот здесь просто видно, что свобод пустот, вот как часто рисуют нейрончики на картинках, пустот между связями практически нет, и они все вот вплотную, на самом деле, расположены друг к другу. Другая сфера, в которой тоже происходят какие-то открытия в области нейроанатомии, это развитие и применение методов диффузонной тензорной томографии. Это метод, у него основа такая же, по сути, как у МРТ, функциональной МРТ, метод магнитно-резонансной томографии, только если в случае, например, с ФМРТ, там анализ привязан к поглощению кислорода, в диффузонно-тензорной томографии метод основан на попытке посмотреть, как идет диффузия воды внутри мозга. Соответственно, на основании, если мы видим где-то направленную диффузию в какую-то сторону, мы предполагаем, что эта диффузия связана с тем, что здесь есть какое-то волокно, которое ограничивает возможность диффузии в разные стороны. Соответственно, это позволяет нам сказать, что вот здесь где-то какая-то, кажется, функциональная связь между, ну, вернее, анатомическая связь между областями, и мы можем у человека строить довольно подробные карты вот этих волокон, причем у живого человека можем, на самом деле, смотреть, меняются ли эти толщина, например, этих волокон в результате какого-то опыта, и это, на самом деле, огромное направление для исследований на живых людях, что, в общем, действительно важно и позволяет отвечать на новые вопросы, и даже иногда анатомические открытия совершать. Например, на основании диффузионно-тензионной томографии был открыт новый пучок связей между вербальными областями мозга и зрительной коровой. Кажется, если я сейчас не буду зрительной коровой, вот, я могу путать, или моторной, боюсь соврать, ладно. В общем, был открыт новый довольно важный пучок, который на привычных срезах не замечали, в диффузионно-тензионной томографии увидели, потом подтвердили анатомически, что он существует, и это даже анатомические какие-то открытия позволило совершить. Мы, например, и многие другие исследователи пытаются строить связи на уровне функциональных взаимодействий между областями, и здесь можно, ну, вот я расскажу про человека и про исследования неинвазивные, например, в исследованиях неинвазивных можно оценить наличие связи между разными областями на основании даже анализа ЕГЭ, если мы видим, что в разных точках мозга у нас синхронизирована информация, которую мы фиксируем на разных точках, там, правда, есть куча деталей, про которые, если кому-то интересно, могу отдельно поговорить, но, тем не менее, если мы видим, что в разных участках мозга мы видим синхронизованную информацию, это для нас довольно серьезное основание считать, что между этими областями мозга идет какое-то взаимодействие, есть даже анатомические исследования, которые показывали на животных, что если перерезать анатомические связи между областями, то степень синхронизации между ними падает, в общем, у нас есть какая-то основа для того, чтобы считать, что даже эти ЕГЭ-шные штуки позволяют какие-то вещи сказать интересные про взаимодействие между областями. Так вот, если мы возьмем в качестве узлов графа отдельные электроды на голове на энцефалограмме, или попытаемся найти какие-то участки в мозге, которые были связаны с этой активностью, и в качестве ребра возьмем степень синхронизации между разными областями, то мы тоже можем построить граф на самом деле, и дальше можем изучить, я про это в конце расскажу, изучить, как какие-то метрики этого графа, например, связаны с индивидуальными различиями. Собственно, вот здесь мы возвращаемся к теории графов. Итак, представьте, что у нас есть какие-то отдельные узлы, отдельные крупные ядра, или отдельные, может быть, даже какие-то мелкие участки, которые мы представили как узлы. На основании оценки синхронизации между этими областями мы строим какие-то связи, они могут быть направленные или ненаправленные, но, к сожалению, чаще пока ненаправленные. Направленные связи строить, направленный граф делать. Направленный граф — это такой, в котором мы можем сказать, что информация идет из точки А в точку Б, ненаправленный в тот, в котором мы просто можем сказать, что между точкой А и точкой Б есть связь. Было бы совсем круто строить направленные графы, тогда бы могли невероятные вещи делать, но это по разным причинам сложно. Вот даже ненаправленные графы позволяют нам получать интересную информацию. Например, одно из первых крупных открытий в этой сфере в конце 10-х годов было связано с тем, что мы увидели, что мозг вообще-то устроен так же, как наш социум, устроен по типу малого мира. И можно выделить хабы в мозге. Стало понятно, что есть некоторые крупные области, через которые идут, условно говоря, политики внутри нашего мозга, которые пожимают друг другу руки. И через вот эти хабы идет основной поток информации внутри мозга. Правда, тут надо сказать, что про эти хабы мы и так предполагали, что именно эти участки мозга должны быть этими хабами, что-то зная про анатомию. Но тем не менее здорово, что здесь математический подход позволил получить... мы получили информацию, которую могли перепроверить. Вот. Соответственно, на сегодняшний день сетевая нейронаука развивается все больше и больше, и метрики графа связывают и с особенностями адаптации к какой-то конфликтной информации. Есть исследования, в которых говорят, что особенности нашего морального выбора в том числе связаны с какими-то характеристиками, которые мы вытаскиваем из ФМРТ с помощью теории графов. И психические расстройства, кажется, связаны с тем, как меняются сетевые характеристики работы мозга. И вообще здесь есть интересный подход, как чисто даже психологические симптомы в психиатрических расстройствах пытаются сами по себе представить как какой-то граф, связанных между собой симптомов. Но это отдельная большая тема. Вот. И даже есть исследования, которые показывают, что если мы будем строить граф в мозге, то вот характеристики этого графа можно пытаться использовать как отпечатки пальцев. Это довольно уникальное, вернее, это уникальное, что это не довольно уникальное, это прям уникальная характеристика человека, которую можно, ну правда, в модельном эксперименте, а не в более грубой реальности, но тем не менее использовать для точного определения человека. И, соответственно, есть даже стартапы, не уверен, насколько они взлетят, но тем не менее есть стартапы, которые пытаются именно привязать даже банковские сервисы к особенностям вашей электроэнцефалограммы, чтобы вы входили в телефон не по отпечатку пальца, не по изображению лица, а если там что-то будет очень ценное, по активности, которую не очень подделаешь, по характеристикам мозговой активности, соответственно, делать допуск вас, например, к вашему счету в банке. Ну, пока, конечно, это несколько, ну, это не заработавшая еще технология, но тем не менее исследования в этой сфере в том числе ведутся. Мы в лаборатории, сейчас, сколько у меня времени, я знаю, сколько быстро нужно об этом рассказать, времени мало, в нашей лаборатории мы используем теорию графа для того, чтобы пытаться связывать характеристики мозговой активности и какие-то особенности поведения, соответственно, одно из исследований, которое у нас сейчас проведено, в котором мы получили небезынтересные результаты, связано с теорией нейрональной эффективности. Это теория биологическая, которая пытается объяснить, вернее, пытается понять, может ли быть какая-то нейробиологическая основа в нашем сложном когнитивном поведении, а, проще говоря, есть ли какой-то биологический базис того, что у разных людей разный уровень интеллекта. Сейчас не будем вдаваться в споры про интеллект, там, сложности в определении и так далее. Если кому-то интересно, могу рассказать, что в современной когнитивной нейронауке по этому поводу думают. На самом деле все не так плохо, как привыкли мы слышать со стороны. Но, тем не менее, если мы попытаемся как-то оценить интеллект, а это возможно сделать довольно точно, особенно если мы говорим не про ваш конкретный интеллект, а про какой-то там на уровне групповых данных интеллект, то еще в начале 90-х увидели, что, оказывается, если мы будем давать интеллектуальные задачки людям, то люди, у которых более высокие показатели, более высокие баллы в тестах на интеллект, они в момент решения одних и тех же когнитивных задачек тратят меньше энергии, мозг тратит меньше энергии, просто буквально это было исследование с помощью ПЭТ, просто мозг потребляет меньше глюкозы у более умных людей в тот момент, когда они решают задачки. То есть буквально люди, у которых мозги более ленивые, условно говоря, показывали более высокие баллы в тестах на интеллект, ну, что можно объяснять там тенденцией к минимизации потребляемой энергии. Если наш мозг может позволить себе сэкономить энергию, то он это делает, соответственно, у людей более умных мозг может позволить себе сохранять больше энергии, чем, соответственно, у тех, у кого баллы в тестах пониже. Но это некоторые исследования, которые начались в начале 90-х и много раз разными методами какие-то подтверждающие эту гипотезу результаты получались, но, тем не менее, каков механизм вот этой экономии энергии, это до сих пор дискуссионный вопрос. И мы в нашем исследовании попробовали предположить, что, может быть, теория графов сможет дать нам какой-то ответ на этот вопрос. Мы, соответственно, взяли 150 человек, посмотрели на их показатели, их баллы в стандартных тестах на интеллект, и одновременно посмотрели на активность их мозга, причем, на самом деле, даже не активность мозга в момент решения каких-то задач, а активность мозга в так называемом состоянии покоя, resting state. И мы дальше посмотрели, а есть ли какие-то специфические характеристики работы мозга даже в состоянии покоя, которые могли бы оказаться связаны, соответственно, с баллами в интеллекте, и, может быть, объяснили бы, а что, собственно, позволяет более умным людям экономить энергию при решении задач. Понятное дело, что здесь все очень косвенно, и у нас это совсем не прямой метод исследования. Но, тем не менее, какие результаты у нас получились, мы увидели, что, на самом деле, мы посмотрели на 8 разных метрик графа и увидели, что, на самом деле, вот такая банальная характеристика, как характеристическая длина пути и средняя, на самом деле, длина пути, то есть просто количество коротких путей внутри графа передачи информации в мозге коррелируют, ну, умеренно, но коррелируют, тем не менее, с баллами в тесте на интеллект. То есть просто глобальная характеристика мозга как графа позволила получить связь с довольно сложным поведением. Идея здесь в том, что, видимо, когда есть возможность использовать короткие пути для того, чтобы передавать информацию, эта возможность позволяет экономить энергию, и это, видимо, позволяет в целом достигать более выдающихся интеллектуальных результатов людям. Еще раз, все здесь обобщенно, бла-бла-бла-бла, но, тем не менее, это интересно. И еще более любопытно, на самом деле, что в нашем исследовании получилось, что основной вклад вот в эту связь между интеллектом и показателями графа связан не с так называемыми сильными связями. Многие исследователи часто вообще отрезанно брали не весь граф, а брали только, не знаю, 10% самых сильных связей, которые вроде бы как должны отражать самые важные пути передачи информации в мозге. Мы решили чуть шире попробовать подойти к этому вопросу и посмотрели на граф целиком и увидели, что на самом деле большую часть вот этой связи объясняют, еще раз, не сильные связи между отдельными узлами в нашей сети, а на самом деле слабые связи, которые многие исследователи часто не учитывали. И в этом смысле очень любопытно, на самом деле, вновь возвращаясь к социуму, что вообще-то когда-то в социологии вышла даже большая работа, как раз посвященная силе слабых связей, собственно, в социологии. Вот, с одной стороны, наш социум, это действительно социум, это тесный мир, в котором очень важную роль играют хабы, через которые передается огромное количество информации. Но, тем не менее, с точки зрения социологов, оказывается, что наш с вами успех в жизни, наша с вами возможность там выплывать и чувствовать себя хорошо в очень разных условиях, связана отнюдь не только с вот этими хабами, а с нашими с вами слабыми связями, с какими-то случайными знакомыми, людьми, с которыми мы где-то когда-то пересеклись. Вот такие слабые связи помогают поддерживать общество целостным, позволяют в обществе формироваться, там, не знаю, в нужные моменты каким-то группам людей по общим интересам. И, в общем, это важный фактор устойчивости общества. Вот эта сила слабых связей, на самом деле, сейчас про него много любят говорить социологи, и в том числе всем уже надоевший, наверное, нетворкинг, связан с вот этими идеями социологов про силу слабых связей. Так вот, в нашем исследовании оказалось, что вроде бы в мозге тоже высокие показатели, связанные, опять же, с этой силой слабых связей. И это, как мне кажется, отличный пример того, что некоторые фундаментальные такие общие методы, фундаментальные принципы, в данном случае принципы теории Гранина, теории Графов, позволяют связывать между собой разные отрасли науки и получать какие-то результаты, которые мы можем сравнивать в очень разных областях. Собственно, вот об этом я хотел рассказать, хотел поделиться с вами историей про то, что теория Графов — это довольно мощный инструмент исследований, по крайней мере, в нашей области. На самом деле, в большинстве биологических областей так или иначе теория Графов тоже применяется, например, в исследованиях генных взаимодействий, или, в общем, в биохимии, насколько я знаю, тоже есть работы с построением Графов, связи между различными элементами. И в целом присмотритесь, может быть, когда-нибудь вот такое направление окажется вам полезным и в вашей локальной области, и это поможет вам по-новому взглянуть на то, чем вы занимаетесь. Вот о чем я хотел бы сказать. Спасибо, готов. Я не знаю, если у меня время сейчас на вопрос тут ответить, но в кулуарах точно готов ответить на любые вопросы, которые у вас есть. Спасибо. Вопросы сейчас или как? Или в кулуарах? Кто руководится? Можно вопрос? У меня такой вопрос про вот этот проект IY, который был. А как исследователи исключали, ну, в кавычках, шум, хулиганов, например, который пришел и специально там... Отличный вопрос с согласованностью выборки. У них там одну и ту же картинку обрабатывало, там, я не знаю, 50 или 100 человек, и выбросы были видны просто. Они брали мудрость толпы, на самом деле. То есть сильно... И они просто сначала показали, что это работает, показали, что можно доверять вот этим вот, ну, как бы обобщенным результатам, а так это просто действительно... все эти вещи были бы выбросами, которые можно было бы не учитывать. А второй вопрос про эту технологию, как бы про стартап, как можно... Ну, у меня такая мысль пошла. Как, например, можно обозначить в своем резюме, поступая куда-то, устраиваясь на работу? Ну, вот если бы какие-то нейробиологи сказали, что ты там какой-то крутой хаб в социуме, да, чтобы это как-то... Слушай, это хорошая идея, потому что, на самом деле, через социально... Я хочу сказать, что в видео было написано, да, что я вот такой-то, такой-то, меня там все знают и так далее. Есть, например, такая метрика, которая называется близость центральности. Это метрика, которая показывает, насколько данный узел связан, там, близок к другим хабам вот в этой сети. Ее, в принципе, можно придумать, как через социальные сети вытаскивать. И, ну, там есть набор этих метрик про центральность каких-то узлов. И, в общем, я думаю, что это действительно может быть неплохой стартап для социолога, показывать ваши, как бы, рейтинги, ваши, там, близости, центральности внутри графа и описывать, насколько это... Ну, вообще, это отдельный вопрос, насколько это приведет, там, к неравенству в обществе, к тому, что будет еще больше работать эффект Матвея, суть которого в том, что богатые богатые и бедные беднеют. Ну, как бы, это, возможно, приведет к тому, что граф будет становиться все более-более сегрегированным. И, соответственно, если ты уже внутри сети какой-то и кластера классного, тебе повезло, может быть, нам нужно бороться против этого, а не использовать это в стартапах. Но, тем не менее, вообще-то формально можно придумать, как это сделать. И это могло бы и взлететь. Ну, это индекс Хирша называется. Да, между прочим, индекс Хирша действительно близко к этому. Я не знаю, есть ли попытки, но думаю, что должны быть пересчитывать показатели, там, эффективности статей тоже на основании метрик именно графовых. Кстати, если не знаете, сейчас классный проект, называется Connected Papers, появился недавно. Это расширение того, что было до этого у ВОЗ-вьюера. Вы можете вбить просто... Это поисковик, в котором вашу статью связывают со всеми, кого она цитирует, кто ее цитирует. И вы можете получать граф, там, вот той статьи, которая вам интересна, очень помогает во всех вопросах, связанных с анализом литературы. Крайне рекомендую. Connected Papers. ConnectedPapers.com. Прямо ученым, мне кажется, всем это очень удобный инструмент. Вопрос насчет исследования по IQ. Микрофон не работает. Брали ли вы людей с экстремально высоким или экстремально низким IQ? С экстремально низким нет, в том числе по некоторым генетическим причинам. Тут долго отвечать. Но, в общем, если IQ экстремально низкий, это с высокой вероятностью может быть связано с каким-то набором мутаций, в генах, которые связаны с работой нервной системы. Крайне высоких, ну, у нас не было такой задачи специальной именно в этой работе. То есть, крайне высоких. Мы брали, как бы, мы старались, наоборот, взять как можно больше людей, представляющих популяцию, чтобы потом просто делать регрессию, посмотреть, как бы, ну, обобщенную связь. Так мы получаем больше информации, как бы, ну, такой обобщенной. В будущем мы будем двигаться в эту сторону, но пока просто... Вопрос в том, что в AIG еще и, ну, не соберешь выборку достаточно, чтобы хорошо выделять экстремальные группы. Просто масштабы, к сожалению, чисто там, статистические, не совсем те. Вот, но, ну, высокие люди не думают, что здесь будут принципиально... В смысле, с высоким очень интеллектом не думают, что будут принципиально отличаться. Продолжение следует...